Сегодня премьер-министр Казахстана Улжас Бектенов прибыл с рабочим визитом в область Житсум. В ходе визита глава Кабинета Министров ознакомился с ходом реализации ключевых государственных программ по социально-экономическому развитию региона. В Алакольском районе он посетил ряд объектов, включая Международный транспортно-логистический центр Нуржолок Кастом Сервис, многофункциональный грузоперевалочный терминал Достах Транстермина и контрольно-пропускной пункт Алаколь. На месте события присутствовала и наша съемочная группа. Премьер-министр Казахстана Улжас Бектенов в рамках своей рабочей поездки в область Житсум ознакомился с социально-экономическим положением региона и дал ряд поручений по развитию агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности, туризма и мерам поддержки малого и среднего бизнеса. По прибытию в регион в аэропорту города Ушарал Алакольского района главе правительства доложили о функционировании обновленной взлетно-посадочной полосы. Которая теперь принимает крупные самолеты, что является важным для развития туризма на фоне роста туристического потока. В настоящее время выполняются рейсы из Астаны, Алматы и Талдыкургана. Акимобласти Житсум Бейбет Исабаев сообщил, что в рамках выполнения поручения президента по развитию малой авиации, озвученного на совещании по туризму в июне, разрабатывается проект на строительство дополнительного терминала в аэропорту Ушарал с пропускной способностью до 75 пассажиров в час. Аэропорт города Ушарал располагается в 70 километрах от озера Алаколь. В ближайшее время здесь планируется строительство нового терминала, который сможет обслуживать до 75 пассажиров в час. В настоящее время разрабатывается проекта «Сметная документация». В 2024 году на субсидирование авиарейсов было выделено 653 миллиона тенге, что позволило реализовать около 20 тысяч билетов по цене от 8 до 18 тысяч тенге. Как сказал Бейбет Исабаев, в прошлом году регион посетили 2 миллиона туристов. Открыто 17 новых туристических объектов с привлечением частных инвестиций на сумму 3,5 миллиарда тенге. По итогам полугодия краткосрочный экономический индекс области ЖТСУ составил свыше 110%. Торговля выросла на 23%. Объем строительных работ увеличился более чем на 33,5%, а связь на 7,5%. Основной потенциал региона сосредоточен на агропромышленном комплексе, обрабатывающем промышленности и логистике. Ведется работа по повышению урожайности через восстановление ирригационных сетей и применение новых агротехнологий. Ожидается, что показатели отрасли улучшатся после проведения уборочной кампании. Премьер-министр отметил, что в этом году возросло финансирование АПК региона. В частности, на увеличение субсидии по кредитам малого и среднего бизнеса выделено 23 миллиарда тенге. Министерству сельского хозяйства и Акимату области поручено уделить особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающего сектора. Затем премьер-министр Олжас Бектенов узнал о развитии транспортно-логистической отрасли, которая занимает 7% в структуре экономики региона. На территории Международного транспортно-логистического центра Нуржолы Кастом Сервис глава правительства ознакомился с автоматизированной системой учета транспортных средств с применением технологии кроссдокинг. Работа центра нацелена на наращивание грузооборота через внедрение новых технологий для упрощения и ускорения транзита. Данный объект был возвращен государству в рамках демонополизации экономики. В январе текущего года на территории центра открыт склад временного хранения ДОСТАХ Кастом Сервис, который способствует эффективной и быстрой таможенной обработке грузов на автомобильном пункте пропуска Аллаколь и увеличению пропускной способности. На сегодняшний день пропускная способность центра составляет 150-200 автотранспортных средств в сутки. Среднесуточный грузооборот склада 200-250 тонн. Потенциал грузооборота составляет более 1 миллиона тонн товара в год. В среднем принимаем и пропускаем до 150-200 автомобилей в день. Через наш пункт пропуска товар отправляется в Беларусь, страны ЕС. С начала года товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 30%. При этом 80% товаров приходится на Европу. Объемы транзитных грузов увеличились в планах строительства второго пункта. Все виды услуг автоматизированы, благодаря чему процессы ускорены. Олжас Бектенов также посетил многофункциональный грузоперевалочный терминал ДОСТАХ-Транстерминал в селе ДОСТАХ, который оснащен железнодорожными путями различной колеи. Глава правительства получил информацию о том, что за первые 7 месяцев 2021 года было погружено более 66 тысяч контейнеров. За аналогичный период текущего года этот показатель возрос до 101 тысяч контейнеров, что составляет рост на 35%. Прогноз на текущий год 180 тысяч контейнеров. В планах реализация проекта по строительству дополнительной площадки терминала и приобретению специализированной техники на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Это позволит увеличить мощность до 160 тысяч контейнеров в год и создать 50 новых рабочих мест. ДОСТАХ-Транстерминал на сегодняшний день это современное инфраструктурное сооружение, которое было запущено 4 июня 2021 года, введено в эксплуатацию. 5 июня отсюда был отправлен первый поезд на Московский узел. Площадка наша, если в 2021 году составляла 27 тысяч квадратных метров, на сегодняшний день это больше 70 тысяч квадратных метров, что позволяет хранить более 2 тысяч контейнеров в ожидании транзитных документов или таможен растаможки. Все это было построено путем прямых инвестиций. На сегодняшний день было вложено частных инвестиций 26,2 миллиарда тенге. Мы ежедневно перегружаем больше 8 поездов, это 440 контейнеров 40-футовых. После увеличения площадки мы планируем, что это увеличится до 15 поездов в сутки, мы сможем перегружать. Еще одним объектом, с деятельностью которого ознакомился глава Кабмина, стал таможенный пост Алаколь, включая текущую схему перемещения грузов и процессы модернизации пункта пропуска. В рамках модернизации планируется внедрение технологии контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств, а также улучшение систем связи и обмена данными. В результате пропускная способность поста возрастет с 200-250 грузовиков в сутки до 1 тысячи. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к концу сентября текущего года. Глава правительства поручил контролировать дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала и увеличение мощности инфраструктуры для удовлетворения растущего грузопотока. Стоит отметить, что за последний год двухсторонний товарооборот между КНР и Казахстаном вырос на 30%, достигнув 31,5 миллиарда долларов. Упрощение таможенных процедур будет способствовать укреплению Казахстана как важного транзитного коридора в регионе. Также отмечено, что эффективные современные цифровые решения, такие как кроссдокинг, должны быть расширены на другие регионы.